Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. 27-летие освобождения Шуши. Армения участвует в выставке Expo Beijing 2019. Турция получила химическое оружие от нацистской Германии для резни в Дерсиме. Помпео отменил визит в Москву. Сирийская армия атаковала турецкие наблюдательные пункты возле границы Идлиб. Иран требует от США покинуть Ближний Восток. Научно-художественное мероприятие, посвященное 150-летию Комитаса. Дорогие друзья, дорогие соотечественники! 27 лет назад, в апреле 1992 года, в Степанакерте началась подготовка освобождения Шуши. С самого начала и в рамках этих учений тренер освободительной армии батальон солдат Западной Армении занимались подготовкой солдат-добровольцев для освобождения Шуши под командованием Аркадия Терта-Девюсяна. Помимо подготовки к освобождению Шуши, все фронты Арцаха находились под контролем добровольцев, чтобы предотвратить атаки азербайджанской армии. Освобождение Шуши для армянского народа символизировало не только освобождение Арцаха, но и освобождение устремления армянского народа, восстановление его независимости, включая Западную Армению, так как освобождение Арцаха осуществлялось с участием добровольцев именно Западной Армении. Я хотел бы напомнить вам, что 17 декабря 2004 года в Шуши Национальный совет Западной Армении официально объявил о праве армянского народа на самоопределение и о праве Западной Армении на независимость. Сегодня мы отмечаем 27-ю годовщину освобождения Шуши. Завтра мы будем праздновать освобождение всей Западной Армении. Перед этим хачкаром в Марселе, единственным в Европе, в память о добровольцах, освободивших Арцах, мы говорим. Поздравляю вас всех армян и все народы, которые одержали великую победу во Второй мировой войне. Поздравляю вас с историческим освобождением Шуши. Поздравляю вас с третьей годовщиной Конституции Западной Армении. Поздравляю вас с 99-летием юридического и окончательного международного признания государства Западной Армении 11 мая 1920 года. 99-летие признания Соединенными Штатами Америки государства Армения на территории Западной Армении. Примите искренние поздравления по случаю наших особых праздников. Слава Арцаху! Слава Западной Армении! Слава армянскому народу! Армен Акабар Амян, председатель Национального совета Западной Армении. В Китае стартовала международная выставка «Садоводство Эксфо Бэйджин-2019». Как сообщили Армен Пресс в Управлении информации и связи с общественностью Министерства экономического развития и инвестиций РА, Армения представляет на выставке свой павильон под названием «В гармонии с природой». В павильоне представлены привезенные из Армении садоводческие культуры, как то два абрикосовых дерева и две виноградные лозы, которые придают павильону свежее и гармоничное дыхание армянской природы. Представлены также лучшие вина Армении, армянские коньяк и блюда из фруктов, весь ассортимент сухофруктов, суджух и лаваш, армянские ковры, церковные сувениры и принадлежности армянской письменности и армянские исторические знаки. На большом экране демонстрируются ролики, предоставляющие культуру, туристическую привлекательность Армении и виноделие. Руководитель армянского павильона Карен Хачатрян. По его словам, ежедневно павильон Армении посещают в среднем 40 тысяч – 42 тысячи человек. Вместе с другими СМИ также китайский телеканал CCTV уделил в своем репортаже особое внимание павильону Армении. В выставке принимают участие 97 стран и международных ассоциаций. Выставка продлится до 7 октября. Недавно полученные документы показывают, что основатель Турецкой республики Ататюрк приобрел химическое оружие у нацистской Германии в 1937 году и использовал его в Дерсиме во время резни в Валеве. Турецкое государство в 1937 по 1938 годы в Дерсиме и в Северном Курдистане убили десятки тысяч мирных жителей. Документы показывают, что Ататюрк приказал транспортировать тактичный газ «Велазис Дерсим» для использования против мирных жителей. Ататюрк доказывал Гитлеру, что убийство мирного населения отравляющим газом в 1937 году не было преступлением, после чего Гитлер сделал то же самое с евреями в Германии. Бывший министр иностранных дел Турции Ихсан Сабри Чаглайн Гил признал, что турецкая армия также использовала химоружие против женщин и детей в пещерах Дерсима. Нацистская Германия также предоставила Турции самолеты «Хейникел». Этими самолетами проводились газовые атаки на Дерсим. Приемная дочь Ататюрка Сабиха Гекчен была одним из пилотов, летавших на Дерсимом, когда турецкая авиация истребляла население отравляющим газом. Госсекретарь США Майк Помпео отменил визит в Москву в понедельник, но по-прежнему наверен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Сочи. Как сообщает Армен Пресс со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил агентству Reuters, пожелавшей остаться неизвестным источником в Госдепартаменте. В понедельник Помпео вместо Москвы прибудет в Брюссель, где обсудят с представителями Евросоюза ситуацию вокруг Ирана. Как отмечает Reuters, госсекретарь уже вылетел из Вашингтона и направился в Европу. Сирийская армия открыла огонь по турецким наблюдательным пунктам в северной части сирийского города Калат-Аль-Мадик. Согласно военному источнику, на северо-западе Хамы сирийская армия подвергла бомбардировке северную часть Калат-Эль-Мадик после того, как Тахрир-Ашам и фронт национального освобождения подконтрольной Анкаре напали на исторический город ранее. Источник отмечает, что они не атаковали настоящие турецкие наблюдательные пункты, поскольку знают их местонахождение. Согласно источникам, турецкая армия направила военную технику для укрепления Южного Идлиба, чтобы предотвратить продвижение сирийских вооруженных сил в северо-западной части Сирии. Командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хусейн Ханзади, комментируя решение Вашингтона о переброске авианосца на Ближний Восток, заявил, что США должны покинуть регион, как передает Армен Пресс. Об этом сообщает агентство ИСНА. Это присутствие подошло к концу, и они должны покинуть его, цитирует агентство Ханзади. Разговор об отправке авианосца в регион Персидского залива не является новым. США стремятся увеличить вероятность войны, также заявил он. Эскалация проходит на фоне заявлений иранских властей о намерении прекратить выполнение некоторых обязательств в рамках соглашения о ядерной программе. В пятницу и в субботу, 24-25 мая, в Галатии пройдет мероприятие «Проект Дни коммитаса». В пятницу, 24 мая, в 18 часов, музыковед Бурку Илдис выступит на пресс-конференции, посвященной коммитасу. В субботу, 25 мая, в 11 часов, лектор из Церкви Святой Троицы Мурат Ихлы Нальча выступит с докладом «Наследие коммитаса в армянской церковной музыке» и выступит также с произведениями «Великого коммитаса». На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Масунг». «Наследие коммитаса в армянской церкви Святой Троицы Мурат» и «Масунг» и «Масунг» и «Масунг» и «Масунг» и «Масу»! Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!